Всем привет! Внешний вид для нас девушек играет особую роль. И кому следует обращаться в первую очередь, когда хочешь что-то изменить в себе? Правильно, к стилистам. Сегодня у меня в гостях известный хэр-стилист и призер многочисленных конкурсов парикмахеров Виктория Скинбатор. Совсем недавно Виктория вернулась с мирового чемпионата по парикмахерскому искусству. Об этом и многом другом она нам и поведала в новом выпуске Fashionmania. Хорошая провокация поучаствовать в мировом чемпионате парикмахеров. И, конечно, были подготовки, были эмоции, было много стресса, но мы решились и участвовали в таком грандиозном событии. Уже второй год чемпионат мира проходил в Милану, это в Италии. Очень красивый город, фэшн-город, то есть город моды. И чемпионат проходил на выставке Fiera Milano City. Я участвовала в номинации Fantasy Hairstyle и в номинации Bridal Hairstyle. В Fantasy Hairstyle мы делали домашнюю подготовку, как бы полностью образ, соответствующий этому стилю. А в номинации Bridal Hairstyle, то есть мы участвовали, мы делали прическу на время. Отводилось 30 минут на такую прическу. Из 55 стран мира, которые участвовали в этом чемпионате, мы заняли 13 место. Почему я говорю мы? Потому что это была работа в тандеме с визажистом, с которым я постоянно работаю. Это Нелли Коваш. Она мне делала визажи моим моделям, а я как бы помогала ей, делала прически ее моделям, когда она участвовала в своих номинациях. Несколько слов об участии в различных бьюти-конкурсах. Участие в конкурсах, во-первых, дает очень быстрое и сильное развитие, то есть подготовка к самому чемпионату, тренировки, продумывание каждой детали. То есть это дает очень сильное развитие мастеру. Поэтому участвовать в чемпионатах и вообще в конкурсах очень здорово. Мастер растет за какой-то короткий промежуток времени, он очень быстро растет. У него растет профессионализм, потому что он изучает очень много информации. Он работает над собой и тренируется. Удовольствие от того, что вот ты долго работал, ты пришел к этому, ты это сделал. Есть огромное удовольствие и я могу сказать такой творческий кайф. Виктория дает всем девушкам ценный совет по уходу за собой в зимний период времени и не только. С учетом того, что уже наступает зимнее время, холода, уже все прохладнее на улице, я советую своим клиентам и вообще всем девушкам, нашим красавицам-женщинам ухаживать за собой. То есть обязательно учитывать, что в холодное время и кожа и волосы страдают из-за припадов температуры. То, что некоторые наши девушки по каким-то капризам моды отказываются от головных уборов, это очень неправильно. То есть головной убор обязательно нужно носить. Ни в коем случае не выходить на улицу сразу после укладки или с влажными волосами. Это опять же стрезло волос. Волосы очень быстро сушатся. Обязательно использовать увлажняющие шампуни, маски и не смывающиеся увлажняющие кондиционеры. Это обязательно. А какой совет Виктория дает своим начинающим коллегам? Моим начинающим коллегам, дебютантам, так скажем, я бы посоветовала не останавливаться никогда на достигнутом. То есть обязательно учиться, повышать свой профессиональный уровень, искать всевозможную информацию, участвовать в тех же конкурсах. Потому что это дает очень хорошее развитие. Каждый раз, когда мастер останавливается на достигнутом, это уже регресс. То есть обязательно будут другие мастера, которые будут идти вперед. И тот человек, который отказался от развития, он просто останется позади всех. Нужно любить свою профессию. Если ее не любить, если нет терпения, если нет даже физической выносливости в нашей профессии, то, наверное, лучше от нее отказаться. Дорогие девушки, будьте всегда уверены в себе, а значит красивы. И пусть все ваши эксперименты и бьюти находки имеют огромный успех. Я, Катя Корочковская, прощаюсь с вами ровно до следующего выпуска Fashionmania. Субтитры создавал DimaTorzok